Предложение на мероприятие и вообще за проведение мероприятия построить все много. Это очень актуальное, важное. Много на темах, тема наших союзнических предложений сейчас отговорится, рассказывают разные шансы, в том числе и оценки, сказывающиеся в честь политических интересов и в тех временных политических силах, как внутри страны, так и вне страны. Тем важнее, на мой взгляд, вот в этой, в какой-то час ажиотажной обстановке, все-таки не терять из виду какие-то глазовые раздания, касающиеся наших отношений. К моему глубокому убеждению, о котором мы говорили, это вся наша история, наши отношения, союзнические отношения, это не что-то, что возникло недавно. Это то, что выписано из-за определенного протяжения столетий и вне зависимости от субъективного желания тех или иных политических деятелей, хотя, конечно, их политическая воля играла свою роль, но и геополитика, исторические предвития, столетия совместной жизни, совместного развития, которые обусловили и общность, и митаритет, и общность духовных ценностей, составляют, на мой взгляд, прочую незаменимую базу. Я прошу прощения, но просто достаточно интенсивно общность, наша история и связи, которые развивались на протяжении опеков, они в полной мере покрают свою роль и сегодня. Наши страны связаны очень многими узами, и в последнюю очередь очень тесными человеческими, семейными узами, я бы уже не говорил, экономики и прочее. То есть это то, что нельзя обойти, что нельзя игнорировать, нельзя забывать. Мы действительно очень зависимы друг от друга, и я считаю, что в этих условиях наши советские отношения, они, в общем-то, без альтернативны, если сходить из нас, без наших народов. Что касается постсоветского периода, да, еще один момент я хотел бы упомянуть. Мы сейчас находимся в мае, недавно отмечали праздник Победы, 9 мая, 22 июня, это трагическое 80-летие наводения путешествий для магии на Советский Союз. И вот отношение к этим событиям, к нашей общей победе в наших странах, это достаточно показательно. То есть и для россиян, и для армян, это святая дата, это дань положения памяти наших предков, которые спасли мир и дали возможность там жить, работать и жить достойно. Это тоже, в моем взгляд, важный показатель того, что очень многое в нашей истории мы воспринимаем, в мире мы воспринимаем одинаково. Это свидетельствует о том, что действительно нас объединяет очень многое. И все это, я повторяю, нельзя забывать сейчас. Такой ответственный момент, который переживают наши страны на очень непростом этапе жизни и развития республики Армения. И те испытания, через которые прошел и проходит армянский народ, тоже, на мой взгляд, по мере демонстрируют качество наших соединительских отношений. Давайте будем мокровенно. Россия практически единственная страна, которая действительно оказывала практическую помощь обмене в этой тяжелейшей ситуации на огромных усилий. Было прекращено, было прекращено боевые действия, остановлено гибель людей, молодых солдат. И это очень важно. Понимаю, были предприняты, принимаются сейчас, действительно, очень большие усилия, вкладываются большие ресурсы, то, чтобы вернуть на сторону эту работу в мирной жизни, создать эти посылки для его дальнейшего развития. И наш работающий, и контингент, и международный, Международный центр гуманитарного задействия, Международный центр действительно вкладываются в очень большие ресурсы. по значению тому, чтобы население в Армении как можно быстрее преодолело этот стресс, который нанесен войной, почувствовал бы себя в безопасности, а в его уверенности в завтрашнем дне. И важную роль в этом играет и российская военная база, наши пограничники, в том числе, и слегка, благодаря тем усилиям, которые они прилагают для обеспечения нормальной жизни в Сюннике. Мы все знаем, понимаются и в серьезные шаги в плане усилия и углубления нашего взаимодействия в сфере безопасности, в том числе, по линии обороны ведомств. В ритуре с этим начать работа в трехстороннем формате по разблокированию коммуникации в регионе. Вот этот аспект, на мой взгляд, показателем с точки зрения того, что он показывает наш подход к вопросу о безопасности, союзничества. Этот подход, разумеется, предполагает всяческое содействие обеспечения безопасности союзников, защиты их интересов. И одновременно мы исходим с того, что эффективно решать эту задачу можно только создавая и укрепляя посылки к стабильности, к мирному развитию региона. Вот несколько аспектов, которые я хотел бы в качестве вот такого стабильного слова выделить. Мы думаем, что участники конференции более детально находились первые аспекты наших союзнических отношений в контексте в нынешней весьма непростой ситуации. Мы повторяем ее. Очень важно в такие моменты не терять главное увидеть передние интересы, те базовые факторы, которые на протяжении веков потеряли и продолжают определять наши взаимоотношения. Я думаю, что только такой подход имя интересы наших стран, наших народов. Спасибо. Спасибо большое.